Сегодняшнее мое видео о спиреях. О том, как я буду стричь свои спиреи. Спиреи у меня разных сортов, несколько. Даже есть те, которые я, ну и в основном те, которые я сама разводила. Покажу. Если вас интересует этот вопрос, как я буду стричь. Стририжки я буду делать разные, потому что у меня разные сорта спирей и разное мое такое желание, как они должны смотреться в моем дачном дизайне ландшафтном. Поэтому, если вас интересует этот вопрос, то присоединяйтесь. И если вы здесь впервые, то подписывайтесь, чтобы не потеряться. Меня зовут Наталья Белотелова. Мы с мужем живем на даче, мы на пенсии. Поэтому все дачные темы я раскрываю. Все, что знаю. А что не знаю, подскажете вы. Итак, подписывайтесь. А мы вперед стрягем с спиреи. Итак, идемте к нашей спирее. Но иду мимо такого цветка. Он бесподобно шикарен. Не могу вам не показать. Вот смотрите, цветет, уже цветет гудлея. Ну или осенняя сирень еще можно назвать. Вот у меня конкретно цвет сирени. Вообще она бывает желтая. Цветет она вот с конца июля, а начала августа и до самых-до самых заморозков. Запах изумительный. Поэтому на ней и пчелы, и бабочки. Называется кустарник бабочек. Так, а мы к спиреям идем. Спирея Golden Flame. Золотое пламя. Стричь буду вот таким инструментом. Это, конечно, не Гордена. Это Патриот. У него есть две насадки. Вот такая, которая сейчас я буду использовать. И еще другая, которая тоже будет сегодня использоваться. Ссылочка будет под этим видео. Дело в том, что по цене для обыкновенной дачи, для стрижки декоративных кустов, это вот вполне-вполне себе нормально. Даже, скажем, отлично. Поэтому приступаем. Начинаю сверху. С макушки. А высоту и все остальное постепенно делаем. То есть не сразу, а постепенно. То есть если вы хотите вот такой высоты, не сразу ее вот такой высотой делать, а постепенно снижая, потому что можно что-то где-то не так сделать. А так постепенная стрижка, она будет гораздо-гораздо лучше. Ну, мы справимся без помощника. Вот смотрите, вот середину я делала, да. А сейчас вот еще. Вот иногда вот приходится вот так вот вытаскивать веточки. Ну, вот это вот, да. Так-то тут больше нет. Так. Серединку еще подравниваю. И, соответственно, вниз, сверху вниз тоже уже подравниваю. Петька, боишься? Цветы срезаем, чтобы она еще цвела. Будет более густая и будет у нее еще августовское цветение. Вот видите, иногда вытаскивать надо. Ну, это не от инструмента зависит, а именно от спирои. Спирои так делают. Веточки не тоненькие. Ну, я имею в виду наверху. Все. Вот примерно. Нужно отойти, посмотреть. Если что-то не нравится, то еще подправить. Ну, вот здесь. Смотрите, вот здесь совсем рядом у меня растет вот такой цветок. Калла. Видите, какая красота. А то угостили меня этим цветочком. Такие у него листочки с белыми штришками. Ну, и сам цветок, конечно, прекрасен. Раньше у меня тоже были каллы очень много. Но потом я перестала их сажать. Ну, а этот сохраню точно. И поворачиваем направо от куста спирои. У меня растут вот такие детки спирои. Им два года. Я их укореняла сама. Я их тоже подстригу, но только уже просто обычным секатором. Как я их размножала, смотрите под видео. Под этим ссылочка. На видео называется размножение роз номер один. Вот именно этим методом, но без корневина. Он очень хорошо укореняется с спирои даже без корневина. Итак, я меняю насадку у своего кустореза. Потому что я буду стричь спирои уже не круглые, не шариком, а бордюром. Три куста спирои прелестные. Размножала я ее сама от купленного куста прелестные. Размножала по методу размножения номер один. У меня на канале есть. Даже не применяя корневина. Настолько она неприхотливая размножение. А как я это делала, посмотрите, если кто не смотрел. Итак, применяю уже вот такой нож. И опять же, ну это я не знаю, наверное, я где-то это увидела. Сначала снимаю вверх, не весь, а потом уже все остальное. Вверх сняла, снимаю в боках. Продолжение следует... а здесь уже видите второе цветение начинается у роз бутончики набирают некоторые уже цветут а мы идем к следующей спире и тоже ее стричь вот такая красота опять начинается покажу вам как я стригу вот это вот спире и little princess называется у нее такие малюсиные малюсиные листочки вообще на низкого роста а здесь уже просто спускаюсь потому как у меня было но только срезаю весь цвет вот эти никакие малюсиные малюсиные листочки поэтому она литка вот такая клюшка